всем добрый день добрый вечер доброе утро сегодня хочу вам рассказать показать мое новое приобретение а именно финку нквд которую я не так давно увидел в интернете ролики у меня можно сказать слегка поразили ее возможности честно сказать не поверил что такое возможно как 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 свободном доступе сказать скажу так купить такую сталь лезвие с таким с такими качествами ну решил рискнуть выписал этот нож и теперь при вас буду проводить тесты то есть там это финка я не буду нарезать помидоры сало показывать какая она острая я хочу вам показать как она рубит железо испытать при вас ее то есть я списывался с продавцом и спросил его короче о том что действительно рубит он говорит да действительно если что мы вернем и так далее поменяем и короче я при вас проведу тест этой финки порублю железо ну еще попытаюсь разрезать полторашку то есть я проведу тесты которые видел которые меня впечатлили скажем так потому что в интернете я же говорю сало колбаску нарезают это возможно любым ножом вот разрубить полторашку с водой и ну нарубить железо и чтобы следа не осталось на финке вот это уже другой вопрос именно эти тесты я вам сегодня покажу так дальше теперь о как сказать о подлинности это финки но не о том что это называется реплика в общем-то копия финки нквд но на самом деле тут отличий много ее размер толщина клинка длина самого ножа и так далее размеры есть ну в общем сходство большое я за подлинность говорю в другом плане то что подделок их очень много подделок именно этого ножа вы скажете как ты тогда узнал откуда это ну подлинника и так далее это финка мне пришла из города павлова нижегородской области вот я искал информацию и википедии хотите залезть и посмотрите прям введите финки нквд там будет описание афина кто все и внизу будет написано производители кто делают именно эти финки и одним из них как раз город павлова нижегородской области то есть по идее это она и есть ну проверим и узнаем она не она логотип у них вот такой вот чтобы вы не спутали с другими потому что я смотрел тоже давно много мошенников в к особенно которые пишут ну короче пишут людям которые финну за финки там узнают то все что вы типа выиграли финку оплатите почтовые расходы и мы его и вышли так вот здесь действительно на этой странице в vk она называется финки ножи вот страница vk я еще ссылки оставлю так вот они действительно эти ребята разыгрывают ножи но ни копейки не берут ни за какую пересылку ни за что то есть если вы в какой-то акции выиграли вот этот нож или другой там у них много разных ножей разные стали разные ручки и так далее вот если вы выиграли то они вам полностью бесплатно его высылают ни копейки вы не платите вот то есть последователей мошенников у них много да ну и с этой финкой вместе то есть финка ножны там с небольшой доплатой упаковка на нож но это мне ну не надо было идет сертификат это финки то есть полностью все как как тут написано протокол испытаний на холодное оружие и он не является холодным оружием полностью вот печать то есть испытания и по идее как написано если вы будете с собой иметь эту бумажку или документ не знаю чем он является бумажка или документом то у вас по идее проблем не должно возникнуть с ношением это финки то есть охота рыбалка и так далее или в машине возить так ну вот в общем то вступление есть опять я его затянул но теперь на нас сначала испытаем попробуем разрубить полторашку с водой а далее мне нужен будет помощник это я уже на работе следующее испытание проведу со своими коллегами порубим металл и так вперед итак дубль номер один я не уверен что разрублю с первого раза но попробую первый тест пройден на ура сейчас вот этот хреб мелкий слезе это начнем тесты ножа да и у нас сегодня работа все бросай работа погнали ты сделать нажал красная загорелась у вас ними ты меня зачем короче проводим тест за который мне очень страшно потому что блять нож я сейчас могу гафнуть ты короче снимая одним кадром то есть я когда прорублю до чтобы это камеру не убирал видно тебе что ну я очень снимал то есть чтоб я убрал видно было и прорезь и на ноже что целый или скол будет не будет чтоб не было никаким фокусом не казалось хорошо все видно нормально итак сталь гвозделиновая нож сталь бахлер 340 к 340 да так все болезнь бедро дешево сломать а долги палки но нижний новгород берегись рубай а даже туда достал а по она порубили порубили нож залез так на на и буду я теперь с ним ходить копа на ноже на ноже ни хрена просто осталось железки это грязь грязь ну короче да а так никакого скола ничего видно клёво там ну видно а здесь впереди даже если да не осталось а прорезано он как ляпс ляпс короче гвозделин рубит нормальная сталь пластилин обалдеть это начальник все вырубай драка начнется итак результат нож прошел мои грубые тесты мне он понравился честно вы видели как я разрезал полторашку понятно от нее ничего не будет а вот отрубки железа максимум что случилось это просто пятно на лезвии потому что потому что так на каком бы фоне показать никаких последствий нет отрубки железа вот этот пятнышко только это не грязь оказалось непонятно что ну ничего у меня есть вулканит есть алмаз возможно я его это все выведу и будет он опять как новый короче отличный нож всем рекомендую заходите по ссылке которые оставлю к ребятам они отзывчивые короче они молодцы и сделано это руками с душой все всем пока удачи делитесь с друзьями подписывайтесь на мой канал все пока а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok